Всем доброго дня. Большое спасибо, что руководство Министерства сельского хозяйства сюда нас пригласило. И я рад, что столько много текловодов собралось, потому что сами понимаете, что информация это не только двигатель прогресса, но это и здоровье пчел, и вообще их жизнь, и при этом сохраняется доход у пчеловодов. Брянская область, насколько я понимаю, это свисхозяйственная область, и здесь в основном, конечно, основная анатолия, насколько я предполагаю, это свисхозяйственная культура. И гибель пчел здесь в основном связана, скорее всего, с такими проблемами, которые только что сказали, это потрава, так и так далее, тому подобное. Ну, как бы свой доклад я хотел немножко остановиться на том, что буквально в прошлом году была очень высокая гибель членов семей, я предполагаю, и вашей городской области, и я попытаюсь рассказать причины гибели семей, которые вот произошло. То есть не только у вашей городской области, в ростовской, московской, даже в Приморье, то есть около 60 процентов пчел погибло. И при этом, как бы, мой доклад, он в основном распространяется на тип по сети, для которых характерно медосбор и главный, ну и поддерживающий, в основном, с декорастущих растений. То есть не с сельскохозяйственных культур, а с декорастущих растений. То есть вам, конечно, повезло походу сельхозкультур, то, что это сеется, с одной стороны, то есть это дает поддерживающий и главный медосбор, а с другой стороны, конечно, это потравы и так далее, там подобно. Буквально одну секунду я просто отойду в сторону. Дело в том, что надо, конечно, совершенно правы, надо, конечно, договариваться со службами защиты на растениях, потому что на этой казахской было написано как раз в теплицах. Там вообще обрабатывают, если я представляю, какие условия там для пчел, то есть неблагоприятные. Ну и, естественно, договорились вечернее время обрабатывать для того, чтобы, естественно, препаратами низкой токсичности. Вот, ладно, хорошо. Цель нашей работы, то есть она была проведена в прошлом году. Почему? Потому что в прошлом году на нашей научно-производной пачке там была очень высокая гибель чел. Цель нашей работы, вот, выявить, возможно, причин, которые высокая гибель чел в летний сезон 23-го года. Следующее слово, пожалуйста. То есть задача, которые перед нами стояли, это, ну, в основном рассмотрение причины гибели сезона 14-го года. Потому что в нашей стране тоже была очень высокая гибель пчел. И после этого, вот так, периодически то там, то здесь, вот эта гибель массовая, она происходит. При этом многие пчеловоды там называют это слет и так далее, там подобное. Ну, бывает так, название слета при высокой паразитарной, наверное, ну, патологической нагрузке, там, паразитарной, скорее, клещеворова. Вот. И, естественно, самое главное, то есть я говорю о том, что вот эта массовая гибель чел, которая происходит на пасеках, где естественные доносы, то есть не от отравлений, а это происходит в результате стресса, связанный, там, пищеворова или с, ну, различной, там, сменой температуры, низкой температуры, высокая температура, кормовая база и так далее, там подобное. Развиваются вирусы. Не то, что развиваются, они есть на всех наших пасеках. Такая работа нам была проведена. Вот. И они как раз добивают наши пчелиные семьи. Задачи стояли изучить тематические условия на протяжении всего 23-го года, в сравнительную оценку пчелового сезона 14-20-летних годов и видеть причины массовой гибели пчел возможных. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, материалы и методы. Так, в 2014 году мы проводили исследование на нашей научно-производственной пасеке и также оценку вирусносительства, то есть ускринь вируса, который там имеется, мы проводили в НИЗЖ при помощи генетически-молекулярных методов, пациент, естественно, да, вот в режиме реального времени. А в дальнейшем, вот, 16-22-м, то есть работу мы проводили в этом направлении, и нами была очень серьезно проведена работа по европейской части России, потом в Сибири. Там тоже были взяты пробы. И вот мы уже работали с академией, академией с университетом Ломаносова, там очень хорошие специалисты, вот, непосредственно, и выявляли следующие виды вирусов при помощи обратной транскрипции. Это видео-деформация крыла, мешочистого расплода, вирус черных маточников, кашмирский, израильский и вирус острого поля леча просто. Вот, почему брали именно этот вирус? Потому что вся научная литература говорит о том, что это наиболее патогенный. При этом, обращу ваше внимание, что наиболее патогенный из этих всех вирусов это видео-смешочистого расплода. Дальше я покажу слайд, там его очень хорошо видно. Вот так же измеряли запрещенность членов семей, плечом воровый деструктор. В 23-м году, то есть в прошлом году, использовали дальний отстояние пасек, ну, на основании не то что звонков, но общения с пчеловодами, там Рязанска, Пензенская, Калужская, Московская и других областей, в частности даже с представителем общества различных мы работаем. И вот по поводу дальнего стопа тоже показал. То есть там была очень высокая гибель, до 60%, потому что у них основной медосбор составляет липа, где-то длится около 25 дней, поэтому, в принципе, там члены семи собирают 70-80 до 100, больше 100 килограмм. То есть очень высокий такой медосбор. Значит, следующий слайд, пожалуйста. Здесь представлена кормовая база, которая имеет в равнице продуктивного лета пчелу. Ну, точно я вам сказал, что это в основном для коротущих растений. В весенний период главный медосбор обеспечивает черноколеон, летом липа. Ну, и после цветения липа, поддерживающий медосбор, это отличная лесная изнотраль. И теперь по поводу климатических условий. То есть в 2014 году, то есть я всё сравню с 2014 годом, для того, чтобы как-то было от чего отталкиваться, да? В 2014 году была дружная весна, способствует хорошему взятку СОО и черноклёна. Ну, и это, как вы знаете, способствует развитию, то есть хорошую взятку, способствует нормальному развитию пчелина семи. В дальнейшем начался медосбор с липой. Вход продолжался до 10 июля, 28 июня. Ну, и впоследствии вот эта лесная изнотраль тоже являлась поддерживающим взятком. При этом хочу заметить, что вот в 2014 году год был очень хороший в плане медосбора. И начался очень рано, при этом есть работы у многих учёных, в частности, европейских. И у нас, причём воров занимался доктор Спецертас, написал Масленко Валяя Ивановна. И она там отмечается, что при раннем развитии, при раннем медосборе, активизируется клещ вороводеструктор. Вот, то есть не только матка начинает вкладывать рано на яйца, но также клещ вороводеструктор при приносе первого нектара тоже активизируется и начинает увеличивать свою популяцию. То есть это показы состояния погибших семей. При 2014 году вот такая ситуация была. То есть обратите внимание, у меня вот правый верхний рисунок, то есть посмотрите, там рамка с мёдом, сверху спечатанный мёд, в середине немножко осталось спечатного расплода, а вот под ней рамка, то есть мёд весь разворован, ну и там немножко перги. И вот верхний левый рисунок, вот эта семья, сейчас это называют слёд. На самом деле я хочу обратить ваше внимание, что в принципе эта гибель связана с высокой заключённостью и носительством вирусов. И вот, кстати, недавно я слушал лекцию Дальний Восток, сейчас там открылся научный центр, и они, у них вот высокая гибель в прошлом году, то есть я тоже как раз обратил внимание, связано как раз вот с вирусом решетчатого расплода, то есть 60% вируса имеет место быть на пасеке. Потому что, как я вам раньше говорил, что вообще-то у пчёл там обнаружено более 20 видов вирусов, но наиболее патогенным мы считаем. Кстати, немецкие учёные тоже об этом же говорят. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, то есть и вывод по численностям кодов был следующий. То есть тематические условия, то есть это хорошее лето, жаркое лето, точнее сказать, ранняя весна, жаркое лето, привело к тому, что клещи рано активизировались, и уже к августу месяца уже там очень большая высокая популяция была клещей, и что, естественно, являлось стрессом для пчелинных семей. Следующий вывод это наличие пчелинных семей вируса решетчатого расплода. Ну, и тогда мы ещё определили вирус деформации крыла, нам определили хроническое роста паралича. При 20% запрещенности вызвало высокую гибель пчелинных семей, более 80%. При этом к нам проводилась ещё работа в своё время, почему раньше не было проблем у многих пчеловодов? Вот вспомните лет буквально 20 назад, да? Вот эту гибель пчелина семей у вас, ну, то есть такого не было. Сейчас подходишь, раз семьи с того ни сего не стало, да? Согласны со мной? А у некоторых, мало того, что одна семья, а у некоторых пасеки, например, я помню, что ты выступал в Воронежской области, там у него пасека полторы тысячи пчелинных семей, и из них 800 не стало. То есть приходят пули пустые, да? Ну, там часть не подвергается разграбление. Вот, то есть, как обрабатывали? Ну, обрабатывали раньше там обычно випином, в конце, ну, после отбора мёда, да? И всё было нормально. Ну, то есть я думаю, пчеловодцы со мной согласятся, да? Сейчас, например, ситуация совершенно другая. То есть мы обработали, мы обрабатываем этим випином там, ну, не мы, то есть, некоторые пчеловоды обрабатывают там по пять, по шесть раз, ещё муравинкой весной, ещё тем всем пятым-десятым, ещё там всё что угодно. Но, тем не менее, мы наблюдаем отсутствие пчёл иногда в осенний период времени. Да. То есть, с чем это связано? Как раз связано с тем, что в своё время мы стали пользоваться, то есть раньше у нас были свои породы, местные породы пчёл, а породы какие, ну, там, свинеруская, белгородская, не знаю, какая порода. Свинеруская. Свинеруская. Естественно, сейчас пчеловод приходит, им нужно, чтобы пчёлок не жали, и так далее, и там подобное. Ну, и всё. Задели с Украиной, и с Украиной мы когда-то завезли вот этого вируса бешончатого расплода. Вот. И дело в чём? Дело в том, что... Нет, завезли мы его раньше значительно. То есть, я думаю, наверное, в конце девяностых я там... Завозим это и постоянно, не просто завезли, а завозим постоянно. И сейчас, вот, в Европе-то уже начинают при продаже маток их проверять на вирусоносительство. А раньше никто этим не занимался. Понимаете, в чём дело? И самое-то главное то, что мы видим, то есть нормальный, здоровый член и семья, а потом раз, бац, ни с того ни с сего уползают клинические признаки. То есть... Давайте дальше пройдём немножко. У меня там клиника есть. Ещё, ещё, ещё. Повернёмся, хорошо? Ещё один раз. То есть мы видим вот такие клинические признаки, характерные для девушончатого расплода, да? Вот эта причина, которая лежит лодочкой, да? И она свой уголок поднимает кверху, да? Ну, это такая клиническая картина проявляется, ну, скажем, может одного, может двух, там, трёх процентов членов семей. Остальные приносители данного вируса всё равно имеются, всё равно больные. И при этом, когда мы покупаем те же самые пакеты, мы видим там совершенно здоровых чём, совершенно нормальных, к которым матка там откладывает яйца, там ни одного, то есть ни чехи не пропускает, и так далее, и тому подобное. А потом, через некоторое время, при каких-то трекс-факторах, бац, у нас проявляется такая картина, а может даже и не проявляться. Вообще может не проявляться. Но я ещё раз повторяю, что мы проводили исследование, Денис, стойте, стойте, стойте. Вот здесь, да. То есть видите, провели исследование, посмотрите, процент заражения пчёл вирусами на пасеках. То есть это по европейской части. Владимирская, так, вирусово-расплода. Мешочетово-расплода. Смотрите, это вот вторая колонка. СВВ – это вирус мешочетово-расплода. Первая деформация крыла. Тут вообще практически есть на всех пасеках. А вот мешочетово-расплода, Владимирское – 100%, Московское – 100%, Рязанское – 75%, Песецкое – 100%. На пасеках Дальнего Востока, как раз я посмотрел лекцию, там 60%. Но это связано с тем, что завозом вот этой карпатской породы пчёл. То есть была местная порода, она чем нас не устраивала? Она не устраивала тем, что она довольно-таки агрессивная. И вот особенно на промышленных пасеках было сложно с ней заниматься. Невысокопродуктивная и так далее. и так далее. Но теперь мы имеем то, что мы имеем. В 2023 году, обратите внимание, что весеннее развитие тоже началось очень рано. Я не знаю, здесь тоже, по-моему, хотя у нас страна очень большая, тенденции, в принципе, они сохраняются одни и одежды. Да, сначала было тепло, вспомните. То есть весна была хорошая. Вот, вот, вот. Весна была хорошая. Через весене начали нормально развиваться. Но у нас, например, в Рязанской области, в частности, в Шатском районе, что у нас произошло? У нас просто, там был капотомороз в мае, у нас просто липы вообще обсыпались, вот эти бутончики обсыпались. Вот поэтому, естественно, это запрос рыбы. И вот на что хочу обратить ваше внимание. Мне удалось взять данные с метеостанцией, да, то есть со мной поделилась. И на что я хочу обратить ваше внимание. Я в чем? Это Брянская область? Нет, не Брянская область. Это метеостанция, сейчас скажу, в Тульской области. Но я хочу вам заметить, примерно, вот разница там не очень большая. Тенденции, в принципе, одни и те же, можно сказать, почти по всей стране. И обратить внимание, вот смотрите, в мае 23 года, вот красная линия сверху, это дневные, синие, ночные температуры. Так вот, видите, и проведен вот здесь пунктир такой, да, вот 16 градусов, ты-ты-ты-ты-ты, везде проведен. Это дело в чем говорит? Это говорит о том, что при ночных температурах ниже 16 градусов, нектар практически, то есть, не происходит, не то, что выделение нектара, а... Работа нектарников. Да, работа нектарников, и даже дневные, невысокие дневные температуры приводят к тому, что, в принципе, пчелы нектар с растений не собирают. А вот как раз в прошлый год, как раз вот эти температуры, то есть, нижние, смотрите, и июнь, и июль, вот в июле, вообще там, один-два раза температура поднялась, ниже вот этой критической отметки, да? вот, но при этом хочу обратить ваше внимание, вот на сельхозкультурах они, в принципе, уже далеки от этих, от естественных медоносов, там, конечно, немножко по-другому, то есть, там уже все изменено в результате, ну, их качество почвы, там, и прочее-прочее-прочее, да, в принципе, да, удобрения, и так далее, там, в этом отношении все немножко получше. А вот при естественном, если кормовая база является естественной для ножа, там все значительно сложнее. И поэтому отсутствие, вот, в прошлом году выделения нектара на, тоже самое, и для вас, тоже самое, поддерживающий медосбор, тоже приходят на гречиху ставить, да, вы всегда выбираете гречиху, чтобы прямо были поля с естественными медоносами. Почему? Потому что, причина там выделяет нектар, по-моему, с 10 до 11, с 14 до 15, то есть, всего два часа в день. А пчелам нужно чем-то питаться, да? Согласны со мной? Ну и вот, то есть на естественных медоносах нектар в прошлом году практически не выделялся. Так, ну и дальше, наверное, давайте я буду заканчивать, потому что... Да, ну вот и выводы, которые были сделаны по сезону прошлого года. В связи с гибель пчел в летний сезон 23-го в центральном регионе европейской части наблюдался в основном на пасеках с растущими медоносами. Так вот, в Дальний Восток. Ну и я думаю, что у вас тоже есть такие паски. То есть не все, вот, например, там все пасеки, я не говорю о всех пасеках, а у меня хороший педозор, у меня тоже хороший, а у другого вообще ничего нет, пчелы просто-напросто погибли. Гибель обусловлена высокая склещенность в членах семей. Почему? Потому что, мы говорили сегодня с вами, раннее развитие привело к увеличению популяции клеща в ОРО. Да? Так, и вот низкие ночные и дневные температуры в период цветения главных медосборов не способствовали активному выделению нектара. В июне еду, что драмазило развитие семей, послужило более ранним сроком массовой гибели пчел в каком? В 23-м году. То есть, вот как бы, если взять 14-й год, то там гибель была начиная с августа и октябрь. Но некоторые приезжали в октябре, там обрабатывали, раз у них там пчел нету. То вот, например, в прошлом году уже в августе некоторых членов семьи часть их уже погибла, процентов, ну, может быть, 10-15-20, а может и больше. И вот, по некоторым семям составило до 60% гибели. Это то, что, ну, данные, которые я имею. Я думаю, что, если мы будем вместе с вами работать более плотно, то такая картина будет более объективная, и если пчеловода там будет, ну, то есть, обмениться с моими контактами, мы будем стараться что-то там, как-то, более реальную картину нарисовать для пчеловода, ну, и что-то подсказать, может быть, в этом отношении. Всё, большое спасибо. Сейчас... Это вот хорошее, конечно, дело.